Наверное, каждый автор хочет получить на свою статью на Яндекс.Зене два рекламных блока. Почему? Ну, довольно очевидный ответ, чтобы заработать больше денег. Два рекламных блока приносят, может быть, не в два раза больше денег, но, по крайней мере, в полтора точно. Я уже давно хотел снять ролик про эти самые два рекламных блока, то есть, что нужно сделать, как сделать, чтобы они появились. Для этого я, конечно же, искал четкие критерии. И четкие критерии, но, то есть, чтобы сказать, вот, пишите там столько-то символов, вставляете столько-то фотографий, и у вас точно будут два рекламных блока. Проблема была в том, что, когда я искал информацию, везде было по-разному, то есть, даже на моих каналах было по-разному. Иногда появлялись два рекламных блока, иногда не появлялись два рекламных блока. Я не мог понять, в чем же дело. Даже сейчас постоянно все обновляется, и если раньше, может быть, вы не заметили, если раньше в статье появлялся второй рекламный блок в середине статьи, я имею в виду десктопную версию, то сейчас он появляется сбоку, то есть, в современной версии Яндекс.Дзена второй рекламный блок не размещается в тексте. Опять же, говорю про десктопную версию. Ну, вот так это примерно выглядит, то есть, внизу рекламный блок у нас здесь, и вот второй рекламный блок сбоку, вот тут вот у нас. В мобильной версии все, конечно же, по-другому. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», и мы начинаем. Ну, и как бы я искал эту информацию, объективную, правдивую информацию. Кто-то писал «пишите там от трех тысяч символов», кто-то писал «вставляйте три и более картинок». Но все это не всегда работало, и нельзя было сказать, что вот делайте именно вот так вот, и точно у вам будет счастье и большой доход. Нет такого. Все потому, что алгоритм Яндекс.Дзен, который решает разместить статью два рекламных блока, либо один рекламный блок, он не учитывает такие параметры, как число символов в вашей статье, он не учитывает число фотографий в вашей статье, он не смотрит на эти параметры вообще. Ну, то есть, раньше он на это смотрел, сейчас он на это не смотрит. Можно написать много символов, мало символов, но ключевыми являются другие параметры. На последнем Дзен понедельнике сказали, что система определяет, сколько рекламных блоков вставлять в вашу статью по объему статьи, по тому, сколько она места занимает. Ну, то есть, кажется, что есть какое-то противоречие, то есть, система не учитывает количество символов, это тоже они там сказали, но при этом учитывает, сколько места она занимает. Кажется нелогичным, то есть, место, то есть, чем больше символов, то, соответственно, больше места. Но тут есть такой нюанс, один человек там спрашивает, вот у меня там с компа постоянно два блока появляются рекламных, а с телефона я смотрю, и нет этих рекламных блоков. Ну, то есть, с телефона один рекламный блок, и он не может понять, как так. Я, кстати, тоже примерно такое замечал, то есть, как это было? Я сидел в кафе раньше, писал статьи на компьютере, напишу статью как бы, выкладываю ее, она пока проверяется, я в это время потом гулять ухожу, после того, как написал статью, гуляю, а думаю, ну, статьи были на историческую тему, и я такой думаю, ну, мало ли, могут снять рекламу, могут статью заблокировать. Я заходил с телефона проверить, есть ли реклама на статье, захожу, а рекламы нет на статье, я думаю, что за фигня, вообще рекламы не было на тот момент, то есть, даже не два рекламных блока, вообще не было. Я пишу им в техподдержку, говорю, так и так, почему нет рекламы? Мне говорили, да нет, все в порядке, у вас статья не ограничена, реклама присутствует, я приходил дома с компа, проверял, действительно есть реклама, то есть, у меня примерно такая же ситуация была, что с телефона у меня рекламы не было, а на компьютере реклама была. Ну так вот, исходя из того, что я сейчас озвучил, я предполагаю, что дзен оперирует не количеством символов, а, скажем так, объемом статьи относительно экрана вашего гаджета. То есть на телефоне может не появляться никакой рекламы, или там один рекламный блок на компьютере может появляться, целых два рекламных блока. Опять же, на телефоне он может принять решение, что у вас может здесь вместиться и два рекламных блока. В телефоне, кстати, они вставляются в тексте, то есть один рекламный блок будет в середине статьи, другой в самом низу статьи. Соответственно, нет какого-то порога, кто бы что ни говорил, что вот напишите там более 3000 символов или сколько там символов, и у вас появится больше рекламы в статье. Я знаю, что многие авторы делают так, что пишут статью, если у них нет второго рекламного блока, то они специально дописывают еще какой-то текст. С одной стороны, такой подход может казаться и правильным, но когда вы начинаете дописывать текст, возможно, вы льете воду. Воду лить не нужно, потому что в Дзене доход увеличивается в зависимости от проработанности темы, то есть более проработанные публикации, в них вставляется более дорогая реклама. Надеюсь, ни для кого сейчас Америку не открыл, но то есть если у вас источники, если у вас там подробности, если у вас там детали, то реклама будет дороже. На Дзене помимо двух рекламных блоков можно увеличить доход еще парой способов, то есть это более проработанная публикация, как я уже сказал, и время дочитываний, то есть текст нужно увеличивать, но увеличивать его фактами какими-то. Если у статьи более длинное время дочитываний, если люди проводят больше времени, то, соответственно, и реклама также вставляется более дорогая. С видео все не так просто, как со статьями, хоть они и говорят, что видео на 15% приносят больше денег, чем реклама в статьях, но тем не менее там есть свои нюансы. Во-первых, там один рекламный блок, но многие авторы жалуются, что даже этот рекламный блок во многих видео не появляется. Тут есть один нюанс, то есть рекламный блок в середине, допустим, вы зашли в какое-то видео или там не вы, а тот, кто смотрит ваше видео, зашел в какое-то видео. До этого у него в середине появился рекламный блок, так вот с момента, когда он увидел эту рекламу, чтобы он увидел следующую рекламу в видео, должно пройти где-то 2-3 минуты. То есть если он подряд кликает несколько видео, у него не будет подряд несколько реклам появляться. Реклама будет у него появляться только по прошествии этого времени. Зашел он к вам на канал, быстро переключается одного видео на другое, и может случиться так в зависимости от времени, что он не увидит вообще ни одной рекламы в ваших видео на этом канале. Либо, скажем, одно увидит, по остальным покликает, в остальных не будет рекламы. Но вернемся к статьям и к тому, как сделать так, чтобы они приносили больше денег. Скажем так, количество символов с ними все понятно, это должна быть не вода, какого-то определенного числа символов нет, но чем больше вы напишите, изложив факты, детали и подробности, тем лучше. А налив воду в статью, вы уменьшите среднее время дочитываний, может быть, вторая реклама и появится, но она будет дешевле, чем та реклама, которая могла бы появиться, будь ваша статья более проработанная. Плюс еще отмечают они, что токсичность статьи влияет на ту рекламу, которая вставляется. Под токсичностью они, естественно, подразумевают желтушность статьи. То есть такие вот статьи, как я вам недавно показывал, турки на пляже кричали «Наташа, Наташа», это вполне себе такая желтушная статья, и там будет вставляться дешевая реклама. Проработанные с исследованием статьи какие-то интересные, научные, может быть, тем не обязательно научные, исторические какие-то, там, не знаю, даже ваш личный опыт, но проработанные с каким-то интересным контентом, он будет оцениваться гораздо дороже, и вставляться будет более дорогая реклама туда. Что касается размещения фотографий в статьях, то, как я сказал, на два блока не влияет, сколько у вас там фотографий, 15 или там 5, скажем. Но, тем не менее, я рекомендую все же использовать фотографии, не обязательно много, но между текстом, между... Я лично сам ставлю между тремя абзацами, три абзаца вставляю, между ними фотографии, примерно вот так вот. Можно делать чуть больше, чуть меньше, но суть в том, что фотографии используются здесь как раз, чтобы человеку было проще читать текст, разбивать вот эту не сплошную портянку текста. Это тяжелее визуально воспринимать, тяжелее читать, чем тот контент, когда ты читаешь эту статью и периодически видишь фотографии. Плюс интересные и уникальные фотографии интересно рассматривать. Это также может увеличить время дочитывания, а если фотографии еще и уникальные, то придаст вес вашей статье. Поэтому, если у вас есть классные фотки, уникальные фотки, обязательно разместите их в своей статье, если соответствует, конечно, тематика статьи. Но, в принципе, помимо озвученных мной сейчас критериев, на заработок на вашем канале влияет еще множество всяких параметров, то есть тематика вашей статьи. С тематикой тоже не все так просто. Кажется, пиши про дорогие автомобили, пиши, скажем, про сказочно дорогую недвижимость, и будет тебе счастье, будет тебе куча денег. Но на самом деле зависит даже не от тематики твоей статьи, а скорее от аудитории, которая читает твои статьи. Вот, скажем, завели вы канал про дорогие машины и ждете, что появятся скоро баснословные просто деньги будут приходить вам на кошелек. Но, если ваш канал, ваши статьи читает такая вот аудитория, скажем, учащиеся восьмого класса, которым просто интересны дорогие машины, если они заходят, то начислять вам будут сущие копейки. Почему? Потому что данные учащиеся, они не являются такой вот аудиторией, у которой есть деньги. Не платежеспособная аудитория. Понятное дело, что там за клики все равно будут больше начислять. Еще раз напомню, что реклама на Яндекс.Дзен, она не только за клики вам начисляют деньги, рекламу настраивают иногда на показы, иногда настраивают рекламу на клики. В зависимости от того, как настроена реклама, то есть рекламодатель платит деньги, не Дзен, платят деньги рекламодатели. И вот в зависимости от того, что было настроено в рекламном кабинете, в зависимости от этих параметров, начисляются вам какие-то средства. Про то, как подбирается реклама под аудиторию, многократно уже и я в своих роликах рассказывал, и Дзен много раз об этом сам говорил, Что, скажем, Вася ищет где-то в поисковике, где купить кожаные ботинки Ему выдает какую-то поисковую выточу, он полазил, забил на это Через некоторое время он заходит в статьи на Яндекс.Дзен И ему будут эти кожаные ботинки везде, не только на Яндекс.Дзен И вообще везде будут пихаться объявления про то, что вот, смотрите, вот здесь можно купить Здесь можно купить, там можно купить Почему такой пример? Я просто недавно искал ботинки И вот я ботинки уже, наверное, недели две назад купил Мне продолжает реклама этих ботинок везде появляться Современные поисковые роботы и роботы, которые подбирают рекламу, научились определять, что нам интересно Но они так и не научились определять, когда уже хватит показывать рекламу того или иного продукта Ну и давайте подведем итог Что в конечном итоге важно, чтобы больше зарабатывать денег и чтобы получить два рекламных блока Во-первых, объем статьи, но объем статьи увеличенный за счет деталей, фактов, каких-то цифр, важных данных, уникальности Вот за счет этого, во-вторых, проработанность самой темы, уникальность самой темы В-третьих, раз уж коснулись темы, то от аудитории, которая читает данную тематику, платежеспособная она или не платежеспособная Зависит, будут вам начислять больше денег или меньше денег Ну и также важна авторитетность вашего канала То есть на канале, который постил раньше желтушные какие-то статьи, не будет дорогой рекламы Нужно будет восстанавливать вот этот вот авторитет Как сказали на Дзенпонедельнике, в токсичные статьи вставляется более дешевая реклама Наверное, Америку для опытных авторов я не открыл, но тем не менее, мне кажется, обычно техподдержка отвечает на вопросы людей Почему так мало стал зарабатывать? Что-то такое пишите лучше, пишите качественнее Я, наверное, ответил на вопрос, что такое пишите лучше и пишите качественнее Плюс объяснил, почему не появляются, либо появляются два рекламных блока Более развернуты, чем техническая поддержка Ну вот, наверное, и все Никаких секретов Везде нужно вкалывать, везде нужно работать Чем лучше проработал, чем лучше заинтересовал читателя, тем больше тебе заплатят Ну а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok